Всем привет, ребятки, с вами Флэш, это обзор дилблога номер 151, и так поехали! Ну и конечно, первая новость, это металлический шкафчик, тут никакой новой информации вообще не говорится, я уже подробно снял об этом видео, называется мгновенная смена экипировки, поэтому очень настоятельно рекомендую посмотреть, там все наглядно показано, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Далее, небольшой баланс вертолета, как мы знаем и все это обузили, вертолет не атакует по вам с помощью ракет, либо напалма, если вы не авторизованы в шкафу. Это все активно использовали, просто строили башни, когда вертолет прилетает, вы выписываетесь из своего шкафа и все, вертолет только стреляет при помощи обычного пулемета. Это сделано для того, чтобы вы просто не использовали вертолет в качестве для рейда чужих зданий, просто сагрили его на себя, спрятались за зданием игрока, которого вы хотите зарейдить, и вертолет дал залп и вы добрались до лута. Сейчас это немножко переработали, теперь вертолет будет по вам стрелять, но только не ракетами, а напалмом, даже если вы не авторизованы в шкафу, но и переработали немножко напалмом. Теперь он дамажит только игроков, но не дамажит постройки, там шкафы, допустим, ящики и так далее. То есть все равно не получится при помощи этого напалма рейдить чужие дома, но в любом случае это создаст больше проблем для тех, кто сбивает вертолета и при этом выписывается из своего собственного шкафа. Следующее, немножко снизили цену у огненной турели и обычной авто турели. Более того, запчасти на них мы можем теперь уже найти как на РТ, так и на новых фиолетовых ящиках, которые находятся на мусорках. Далее, небольшие изменения по торговым автоматам. Как мы помним, им добавили индикацию, когда вы активируете, их видно на карте. Но, как пишут разработчики, очень бесило, когда ты проделываешь полпути по карте, подбегаешь к этому торговому автомату, а он оказывается пустой или не рабочий. Теперь и эта информация тоже будет отображаться. Нормальные рабочие автоматы будут подсвечены зеленым. Автоматы, которые пустые, в которых ничего нет, там никакой торговли нет, они будут помещаться красным. Также разработчики говорят, что им еще предстоит сделать много работы в этом направлении и еще, возможно, добавить какую-то рейтинговую систему. Вот это уже интересно. Может быть, ну, тут уже остается только размышлять, никаких подробностей нет. Может, как-то они будут по рейтингу отображаться, если много покупок. Хотя этот рейтинг можно самому накрутить. Но это, опять же, может быть, совершенно другой какой-то рейтинг. Не знаю. Но в любом случае будет интересно. То есть мы в будущем будем видеть больше информации по любому автомату. Мало того, что мы будем видеть не рабочий, но еще какой-то рейтинг. Какой не ясно. Пишите в комментариях, кстати, какой. Небольшие изменения по элементам декора. Такие вещи, как ковры, шкуры, стулья, столы, которые добавили недавно. Теперь их можно подобрать только, если у вас, опять же, есть авторизация в шкафу. Более того, чтобы их подобрать, вам в руках необходимо иметь киянку. Это сделано для того, чтобы, ну, случайно мы их не поднимали. Потому что я сам замечал, когда наводишься, постоянно там на стенах висят или еще где-то, постоянно появляется это менюшка, и можно случайно, нажав на «Е», подобрать все это. Но, на самом деле, вот это спорное решение, как по мне, может получиться совершенно другая ситуация. Где-то там тебе что-то загородит проход, какой-нибудь стол, стул или еще что-то. И у тебя нет ни ресурсов, ни хаммера этого, да, ну, киянки. А тебе срочно нужно это подобрать и переставить. То есть, с одной стороны удобно, а с другой, мне кажется, нет. Все-таки спорное решение, нужно смотреть, как это все приживется. Далее, небольшие изменения по добыче жира, животного жира. Теперь его можно добыть не только с обычных животных, но также при разделывании рыбы. Как я уже замечал это в прошлых своих видео, это очень полезные изменения, особенно в условиях дикой конкуренции, когда вообще животных просто не найти. Далее, этот пункт я не совсем понял. В общем, тут написано, что если у вас были какие-то проблемы с производительностью, сап какой-то перформинг, сар, честно говоря, не знаю. В общем, это уже все пофиксили, а проблема была в том, что кто-то, так это даже помечено, перепутал там какие-то изменения. Далее, Винсент начал работу над двумя новыми элементами. Первое из них, это вот такое вот вращающееся колесо. Как он сам пишет, что это поможет нам принимать какие-то важные решения. Ну, кто не понимает, просто ты загадываешь в голове так. Сделать мне, допустим, это и крутишь это колесо. Если выпадает, да, сделать, ты это делаешь. Но это кто не может определиться и верит в удачу. Также в будущем их планируют сделать, чтобы на них можно было рисовать. То есть, можно абсолютно любой самому рисунок нарисовать. И даже их планируют еще добавить в воркшоп. То есть, люди могут их сами, какие-то художники, интересно разрисовать. Но, собственно, вы можете это все будет приобрести. А следующий пункт достаточно интересный. Как вы видите из скриншота, это вот такая сеть, которая будет размерностью с полноценную стену. И что самое интересное, что по этой сетке можно будет лазить, как по обычным лестницам. И покрывая большие площади этой сеткой, можно, в принципе, создавать такие поверхности для скалолазания внутри своей базы. По мне, очень достаточно интересный такой моментик. Далее пойдут достаточно много пунктов про оптимизацию. Начинает у нас эта оптимизация строительных частей. Там была произведена работа. И, собственно, некоторые части, такие как всякие там окна, стены, дверные проемы. Ну, в общем, все, над всем поработали. И вроде как все должно работать быстрее. Далее взялись за переработку нашей кровати. Планируют ее сделать более детализированной. И при этом немножко даже в стилистике роста. Но, судя по скриншотам, действительно видно. Просто такая деревянная, простенькая. В раст как нельзя лучше вписывается. Далее продолжается работа над многопоточностью. Тут, собственно, рассказано, что там производится. Но, еще раз напомню, мне не особо это интересно. Мне важен результат. Далее была выявлена утечка памяти из-за использования скинов. Сейчас ведется работа над решением этой проблемы. И вроде как есть успехи. И, также, еще одна проблема. Опять эти скины. Блин, я всегда был их противник. Реально их убрать из игры и половина проблем уйдет. Оказывается, еще выяснили, была проблема с производительностью из-за этих скинов. Потому что их постоянно добавляется все больше и больше. Они очень сильно детализированы. И опять там возникло, что когда все их надеты. И даже мне подписчик один написал, что он действительно ее выяснил. Еще до разработчиков он мне прислал скриншоты. Говорит, вот наблюдаю, надеваю скины там 20 фпс. Снимаю там 60. То не прогружается, то еще какие-то проблемы. И он очень был рад, что действительно выпустили. И разработчики сами это увидели. В общем, в любом случае они сейчас над этим работают. Но если вдруг у вас до сих пор проблемы из-за скинов или может быть проблемы, они ввели эту команду. Можно теперь это все отключить. F1 нажимаете консоль. Item skins 0. И у вас все скины отключаются. Но это решение пока что временное. И каждый раз вам все-таки придется заново вводить эту команду. Потому что она не сохраняется. Далее у нас идет сетевая оптимизация. Потом у нас идет оптимизация по растениям. Там выяснилось, что, оказывается, очень сильно влияет на производительность такие растения, как тыква и конопля. А в некоторых случаях они даже давали большую нагрузку, чем обычные строения. Но это вообще жесть. Поэтому и в этом плане поработали. Лучше профилирование какое-то еще сделали. Ладно, все, с оптимизацией закончили. Переходим к более интересным вещам, ребятки. Workbench, верстак, рабочий верстак, который у нас всегда существовал в Легасе. Правда, он не так выглядел. Он уже, Том, закончил уже текстурирование. К следующей неделе уже хочет показать более, что какие-то больше результат. Вот такой скриншот у нас имеется. Ну, что, верстак это верстак. Правда, не описывается, как он будет работать. Так же, как в Легасе. То есть, ускорят крафт, либо как-то по-иному. Но в любом случае, это всегда интересный верстачок. Всегда был. Кстати, елочка здесь висит освежающая. Далее, Тейлор у нас закончил. Или закончил, я не знаю, кто это, мужчина или женщина. Низкополигональную модель новой брони. Скриншотик у нас есть. Ну, очень приталенной выглядит. Если честно, складывается впечатление, что она дает меньше защищенность, чем старая. Потому что старая она вся выпирала, такая громадная была. А эта вся такая прям приталенная. Ощущается, как просто одежда. Ну, первое такое ощущение. Ну, конечно, выглядит по сравнению со старой намного технологичнее и интереснее. Также появилась уже 3D-моделька, где можно ее повращать и посмотреть, как она выглядит на теле. Не, ну, конечно, получше в любом случае. Далее, полностью закончили анимацию, 3D-анимацию револьвера. Револьвера, АК и гитары. Гитарка на это уже показывал, аж головой, смотрите. Поддергивает. Ну, по-моему, все красиво, все работает. Далее, небольшие изменения по двухстволке. Ей немножко снизили отдачу при стрельбе с прицела, то есть, когда вы прицеливаетесь. И изменили сам прицел, переднюю и заднюю часть. А вот по поводу прицела, там, ребятки, вообще, я их знал, я читал про эти изменения в Твиттере. Но они настолько незначительные, что мне пришлось делать скрин старого прицела и нового. То есть, менять ветки, заходить, потому что вообще, на взгляд, даже не определить, что там изменили. Поэтому я даже не стал на этом заострять обзор. Далее, пофиксили баг, связанный с дульным ускорителем и с дульным тормозом. Там вспышки при стрельбе как-то отображались неправильно, все корректно отображается. Ну, и также добавили дымок при стрельбе с глушителем. Я его тоже показывал в видео. Далее, разработчики решили, что эффекты от попадания пули уже стали немножко устаревшими и решили их переделать. Как пишут они сами, вдохновлялись они игрой Battlefield 1. Давайте посмотрим, что у них получилось. Ну, дымок мне очень нравится. Дымок классно получается. Особенно, когда вот вверх он выдымает. Реально эффектно. Нет, дымок классно. Ничего не скажешь. Далее, было выяснилось, что ворлд-модели скинов имеют некоторые искажения. Сейчас разработчики пытаются это исправить, чтобы по минимуму затронуть нынешний существующий контент. В общем, все, кто создает скины, они просят быть внимательны и следить за ними, правильно ли они отображаются. Сейчас, если нет, то сообщат об этом разработчикам. Опять же, эти скины, блин, удали и половина проблем уйдет. Далее, Алекс, как всегда, завершает наш девблог. Он работает сейчас над звуками ходьбы. Он уже записал некоторые результаты. Давайте их послушаем по разным поверхностям. И так же он продолжает работу над звуками тяжелой брони. И еще работает над новым звуком M249. Вот уже есть небольшие наработки. Ну, не знаю. Даже, что сказать, шаги прикольные. M249 надо слышать непосредственно очередь хорошенько дать, а тут непонятно. В конце, как всегда, ченжлок. Из интересного достаточно такой пунктик. C4 не будет прилипать к элементам декора. То есть к коврам каким-то, я так понимаю, к стульям. С чем связано, непонятно. Но в любом случае, тоже напишите свой комментарий по этому поводу. Ну, а так, в принципе, все. Ребятки, с вами был Flash. Как всегда, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok